напоминаю в предыдущем видео я рассказывал про одного своего знакомого который позвонил мне и попросил помочь ему как можно заработать быстро деньги я ему объяснил схему по которой надо действовать и он сказал ну давай попробуем вот такой бизнес прикинуть посчитать по этой схеме давайте посмотрим что получилось в дальнейшем и что сказал мне мой знакомый и и что я ему ответил юр привет здорово с уж вчера мы с тобой общались очень долго я с такими надеждами ушел с нашей встречи и разговора ну и посчитал вот как мы с тобой договорились мы определились с тобой что можно в моем маленьком городе заняться мороженым но в качестве примера да то есть какой-то вариант рассмотреть на примере вложения 100 тысяч рублей я посчитал то есть вот как бы первых несколько месяцев у меня еще что-то бьется то есть вот на 100 тысяч первый раз я покупаю значит ну узнал я значит цена в рознице стоит 45 и 5 рублей чтобы покупалась туда это мороженое а чтобы оптовая цена будет по 35 рублей и первый раз я на 100 тысяч покупаю аж целых 2857 мороженых но мне еще и холодильник наверное надо купить но я вот предполагаю что я его где-нибудь найду здесь этот холодильник либо буду как-то хранить и получается мне в день нужно продавать в первый месяц 95 пачек в день то есть 95 сделок совершить нормально в принципе реально да то есть вот так но на второй месяц у меня уже денег 129 тысяч 993 рубля вот я до копейки все высчитал и мне уже нужно в день продавать по 123 пачки в день и так будет нарастать нарастать то есть ну реально я понял что я могу первые два месяца справиться ну то есть попробуй-ка продать в день 123 пачки в городе в маленьком где есть магниты пятерочки и прочие там сети там много частных лавочек но на пляже люди гуляют так никто не гуляет ну вот сейчас сезон конечно лето слушай это маленький городочек константиновский не преувеличивай и в общем после двух месяцев я не знаю а к 12 месяцу вообще тут знаешь чудеса какие но появились и я вот честно говоря уже недоволен даже я прям бы так сказал что мне нужно будет купить на ну чтобы двум миллионам рублей прийти да с этих 100 тысяч мне нужно купить будет на 1 миллион на 1 миллион девятьсот двадцать три тысячи рублей это получится 54 тысячи пачки это мне нужно какой-нибудь подвал уже под холодильник переделать чтобы такой объем значит закупить на на какой-то газели но наверное привезут такой объем мне куда угодно или даже может по дням будут привозить но в день мне нужно продавать по тысячи восемьсот тридцать одной пачки да это мороженое то есть тысяча восемьсот тридцать одно мороженое в день представляешь в городе продать это нереально это оно из ушей полезет просто у людей то есть меня возненавидят тут все скарлатиной заболеют и напечатают в донских огнях скажет иван ты хуже коронавируса понимаешь вот что получится как это вот и и что делать если не продастся это все а зимой что делать сезонность ну какая-то идея прям вообще не знаю какой-то трэш просто на самом деле я очень рад что ты посчитал я очень рад вот серьезно потому что я даже не верил что ты посчитаешь потому что действительно именно так то есть смотри когда мы начинаем бизнес какой-то вот на земле то этот бизнес он как правило ограничен то есть есть ограничение на спрос да то есть если как бы спрос есть предложение то есть мы предлагаем какой-то продукт товара очень хороший но при этом у нас ограниченный спрос мы это видим правильно и на я даже сомневаюсь что если я даже приеду там в ростов ближайших город что и там это все продастся это очень сложно столько такой объем толкнуть это Ты считал, сколько получается надо продавать за час? Смотри, что мы выяснили. Мы выяснили, что этот бизнес упирается чисто в физические проблемы. То есть чисто физически ты не можешь обслужить такое количество клиентов. Правильно? Либо ты продаешь оптом, а здесь ты вынужден снижать цену. Правильно? Правильно, да. Вот, поэтому получается, что любой бизнес упирается, когда в потолок, он становится линейным бизнесом. То есть ты каждый месяц продаешь один и тот же объем, который у тебя максимальный примерно, и ты борешься за то, чтобы этот объем увеличился процентов на 10. Правильно? Правильно. Но ты меня что, получается, обманул, надул? Не будет у меня дома, я не пойму, или будет? Как вот решить мой вопрос? Смотри, какой мы делаем вывод из этого. Мы по теории, по формуле сложных процентов определили критерии, по которым мы будем искать бизнес. Так? Ну, получается так. Поэтому мы берем бизнес-идею, пропускаем через эту формулу и выясняем, что этот бизнес нам не подходит. Вот и все. Правильно? Ну, бизнес и вообще сложная вещь. Я вот занимался бизнесом. Правильно? Ну, в целом-то правильно. Значит, слушай меня внимательно. Надо искать другую нишу. Значит, мы должны искать бизнес, у которого нет ограничений по объему, где ты можешь за минуту продать продукции хоть на 10 миллионов. Правильно? Правильно. Я вот переписал все бизнесы даже на всякий случай. Знаешь, вот какие у нас есть. Их не так-то много. Давай. Ну, это у меня не на бумажке написано, а в телефоне там, в списком. Значит, аптеки что есть, магазинчики есть, рынки есть. Потом, что еще тут есть? Получается, ветаптеки есть. Есть, значит, очень много недвижки, которая там сдается под какие-то сетевые истории, ну, вот, федеральным сетям. Есть заводик тут небольшой по добыче воды. Давай расширим. Ну, все это требует больших капитальных вложений. Слушай, ну, у тебя... Опыта требует, опять же, все. У тебя горизонты не те. У тебя не те горизонты. Расширь. Подумай просто. Я предлагаю тебе заняться, знаешь, чем? Чего у нас много в России? Нефти. Картошки. Нефти. Нефти много. Нефти, да? Нефть. Смотри, что такое нефть. Смотри, просверлили... Черт, ну ты сбрендил вообще. Просверлили дырку. Слушай меня внимательно. Просверлили дырку в земле, она там под давлением прет, только ее в трубу засовывай, и все. Она фигачит сама. Ты сидишь. Знаешь, какая себестоимость добычи нефти? Ты мне предлагаешь Северный поток-3 построить? Где мой город и где нефть? Как это вообще? Я не шучу капельки. Слушай меня внимательно. Смотри, себестоимость добычи нефти 25 долларов за баррель. Примерно в России. Значит, от 19 до 25, так? Допустим. Сколько сейчас стоит нефть? Я тебе могу сказать точно. 73 доллара за баррель. 73 доллара за баррель. Ну, 50 можно. Ты представляешь, да? Ну, плюс, наверное, там налог на НДПИ есть какой-то, на полезный ископаемый, который отберет всю прибыль. Но самые богатые компании у нас нефтяные, поэтому надо заниматься нефтем. Понял? Не понял. Где я и где нефть? То есть, это все равно, что, я не знаю, заняться металлом. Тоже хорошая идея, кстати. Хорошая идея. Можно металлом, если хочешь. Давай. Хорошо. Можно открыть банк. Смотри, что делает банк. Банк берет, значит, деньги у клиентов, да? Они кладут ему деньги на, ну, как бы, просто в банк. Вот. Есть фирмы, которые, значит, расчетные счета открывают. У них там вообще много денег. Они еще за расчетное кассовое обслуживание тебе будут платить. Ты берешь эти деньги и отдаешь каким-то лохам, которые, значит, берут потребительские кредиты на покупку айфонов каких-нибудь. Представляешь, да? Ты чужие деньги вообще ни гроша не вкладывая, значит, берешь, отдаешь людям. Ты понимаешь? Юра, Юра, остановись. И ты получаешь с этого прибыль, ничего не вкладывая. Ты понимаешь, в чем дело? Ты, скажи, ты вообще в каком мире живешь? В реальном или нереальном? Абсолютно в реальном. Слушай меня внимательно. Просто надо расширить. Конечно, ты не сможешь купить банк. Конечно, ты не сможешь. Ты можешь купить нефтяную компанию. Ты можешь купить банк. Ты можешь купить, значит, компанию, которая добывает металл и посылает его на экспорт. Ты понял? Ты мне не о бирже сейчас случаем рассказываешь? Именно о ней. Ты можешь купить акции этой компании, уже готовый бизнес. Для чего существует любая компания, ты знаешь? Я тебе вот откровенно скажу, как на духу. Я когда-то открывал брокерские счета на бирже, и очень больно это все закончилось у меня. Я очень сильно обжегся на бирже. И вот с тех пор у меня такая есть боль и недоверие к этому, ко всему. Ну, поэтому не знаю даже как. На тот момент каких-то не было у меня таких знакомых, которые бы в этой теме варились. И все приходилось делать самому, так сказать. И потери у меня были очень большие. Ну, что это значит? Это значит только, что у тебя недостаточно опыта. Его надо изучить. Ты, может быть, и вообще, так сказать, непонятно. Ну, то есть в те старые времена, в 90-е, что ли? Ну, я не такой старый, я 85-го года, но 90-е проходили. Это было как раз, я два кризиса пережил. То есть, вот, собственно говоря, там большие потери были в 2004 году, в 2000. С тех пор все очень-очень сильно изменилось. За последние, сколько там, три года количество брокерских счетов увеличилось многократно. Сейчас уже больше 10 миллионов брокерских счетов открыто на московской бирже. Все туда идут. Почему? Потому что никаких вариантов других нет. Для хранения денег это, во-первых. А, во-вторых, значит, смотри, для чего существуют вообще все компании? Для того, чтобы приносить прибыль. Кому достается прибыль от компании? Прибыль от компании достается кому? Владельцам компании. Когда ты покупаешь акции компании, ты становишься совладельцем. Тебе нравится нефтяной бизнес? Покупаешь акции нефтяной компании. Ты считаешь, что банковский бизнес, как бы, это очень хорошо. Покупаешь акции банков. Сейчас металлурги вообще, значит, там, ну, как бы, сейчас они упали немножко. Но ты можешь себе представить, ГМК Норникель, мне, так сказать, там, больше, чем в два раза вырос. Я по 16 тысяч рублей покупал акцию. Она сейчас стоит, там, сколько, 22 тысячи рублей. Но это она упала, потому что она поднималась до 32. Это всего за год, ты понимаешь? То есть вообще круто. Правильно я тебя понял, что ты предлагаешь заняться бизнесом, который предполагает торговлю другими бизнесами. То есть я на бирже покупаю акции и там неограниченное количество раз я могу обернуть деньги. И нет вот этого предела рынка, который мы сморожены. Там триллионы, там за секунду сотни тысяч операций происходят. И я тебе покажу это, если хочешь. То есть ты помнишь формула сложных процентов? Чем быстрее оборачиваемость капитала, тем больше денег. То есть там можно заработать вообще любые деньги, но, правда, для этого надо учиться. Туда идут люди с миллионами. А я там со своими 100 тысячами не лишний буду просто. Такая сумма вроде небольшая для биржи. Брокерский счет можно открывать вообще без денег. Ох, ну тогда это интересно. То есть там, ну буквально там, ну лучше, конечно, с 50 тысяч начинать, но можно и с 5, то есть как бы без проблем. Хочешь попробовать? Ну, только, знаешь, при условии, что вот первый раз как бы я самостоятельно это все делал, и у меня не получилось. А вот в этот раз, если ты мне будешь подсказывать, и мы с тобой будем вот так созваниваться, какие-то вопросы разбирать, то... Я тебе расскажу все про биржу. Я бы попробовал. С самого начала и до конца. Я вот буквально для любого чайника смогу объяснить, то есть у меня как бы такая миссия, я хочу объяснить людям, буквально вот, чтобы ученик пятого класса понял, как все это работает. Без всяких терминов, без всяких, то есть любой колхозник может понять то, что я говорю. И я буду объяснять до тех пор, пока любой вот самый танкист не поймет. Поэтому я готов взяться за это дело. Я себя не назову, конечно, чайником, но и так как у меня не было результата, то я себе не назову человеком, который в этом профессионально разбирается. Поэтому предлагаю пройти путь весь заново. Да? И давай попробуем. Это будет классно. И я точно смогу это делать из своего маленького города. Все правильно? Да, все правильно. И еще один интересный момент. Мы можем сделать с тобой просто это дело в виде курса. И он будет пользоваться успехом. И мы сможем, пользуясь той же самой формулой сложных процентов, его продать. Прикольно. Это будет интересно. Интересно? Интересно. И у меня аж глаза загорелись. Мне нравится. Хорошо. Тогда, значит, распишем всю схему в следующий раз. Ну, а сейчас, в общем, извини, у меня биржа. Ты опять на бирже? Да, да, да. Я на бирже. Ну что? Ну хорошо. Давай, до завтра тогда. Тогда обсудим. Тогда еще и план бизнеса, и что мы будем делать. Давай, до завтра. Окей? Хорошо. Окей. Субтитры сделал DimaTorzok